Сильные, целевые, многозадачные, остальные уйдут. Измеится форма людей. Тела будут меняться? Да. А как человеку ускорить свое развитие, чтобы благополучно совершить этот переход? Включить волю, перестать ныть. Что человеку может помочь включить волю и перестать ныть? Переход, четкий переход. Это как-то физически будет выглядеть или энергетически? Энергетически. Четкий переход. Астрал отмирает, уходит. А как это будет чувствоваться, переход? Эмоций не будет. Следующий вопрос. А что будет с теми, кто не сможет измениться? Уйдут в резерв до следующих воплощений, когда будет можно проработать непроработанным. Правильно. Я понимаю, что кто не будет проработанным, тот не сможет перейти. Нет, не сможет. Они не выживут. Эта проработка касается эмоциональной сферы или еще какой-то другой? Эмоциональной, физической. Нужно ли предпринимать какие-то физические действия для перехода? Да. Не все готовы, не хотят. Лень. Главный корень. Вы говорили, что как-то изменится тело. Как оно изменится? Не будет толстых. Воля не предполагает это. Правильно ли я понимаю, если человек работает над собой, то он физически изменится автоматически? Да. Его воля заставит работать с физикой. Его мысли. Он сам не захочет быть в таком теле. А болезни? Не будет. Правильно. Я понимаю, что болезнь это тоже как способ трансформации. Да. Но следующий вопрос. Каким будет этот новый мир и почему эти изменения важны? Ничто не стоит на месте. Все движется. Пришло время перемен. Пришло время для других энергий. Поэтому меняются люди. Меняются мысли. Меняются тела. Чтобы принять эти энергии. А откуда эти энергии поступают? Сверху. Меняется сам логос. Меняется все внутри логоса. Он тоже растет. Он становится другим. Все меняется вокруг. Вся вселенная. То есть этот переход как-то повлияет еще и на другие миры? То есть другие миры тоже меняются? Да. Да. А как будет меняться? Вы тоже переходите? Как будет меняться ваша цивилизация ярко? Будут изменения в построении. Изменения. Не могу подобрать слово. То есть ваша энергетическая структура тоже будет меняться? Она будет заполняться другими энергиями более высокого уровня. Тоже переход будет. Какая у вас цифра перехода? Какое вы измерение находитесь? Там нет цифры. Там звук. Человеческий голос этого не озвучит. А сколько всего измерений? Бесконечное количество. То есть эволюции нет конца? Нет. Переходы постоянно идут. Есть более мощные. Есть менее незаметные. Сейчас идет более мощные. Все переходят на другие вибрации. Тогда следующий вопрос. Какими будут новые люди? Какие будут новые открытые способности и возможности? Считывать без слов. Достигать целей. Ставить задачи. Расстраивать жизнь. Это как-то похоже на работу с мыслеформами? Да. Будет четкое понимание конкретное. Чего надо добиться. К чему надо прийти. Как надо дойти. Что будет помогать так простраивать свою жизнь? Боля. Не будет понятия мужчина-женщина. Помощь. Эмоции. Будут четкие задачи. Четкие цели. Поэтому сейчас и происходит отсев такой жесткий. Мы слышали, что на земле много тех, кто уже помогает в переходе. Правда ли это? Да. И еще придут. Что им нужно делать, чтобы вы посоветовали этим людям, кто помогает в переходе? Они не советуют. Они дают четкие рекомендации. Что вы рекомендуете этим людям, кто помогает в переходе? Убрать эмоции. Четко следовать цели. Чем больше эмоций, тем больше боли, разочарования, обиды. Не веду этого. Правильно ли я понимаю, что устранение низкогибрационных эмоций есть трансформация? Да. Есть ли у вас какое-то послание до человечества? Да. Мы все одной крови. Мы каждый делаем свое тело. Мы единые целые. Правильно ли я понимаю, что нужно осознавать и чувствовать свое единство со всеми? Да. А что самое важное нам нужно понять в данный момент и передать это другим? Каждый должен делать свое дело, не вторгаясь в дела других. Что делать тем душам, кто не осознает своей миссии, своего предназначения? Их заберут. А как обычному человеку узнать свою миссию, свое предназначение? Все идет своим чередом. Кому дано узнать, тот узнал, Юлия узнает. Целесообразно проводить ли такую работу, которую мы ведем сейчас, в данный момент? Нет ответа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok